Слово о том, чем мы занимаемся. Да, вы не смотрите телевидение, а я бы вам рекомендовал его посмотреть по одной простой причине. Как человек, уже работающий на телевидении аж 23 года с небольшим, я же просто вижу, я вижу эмоции. И вот тот самый момент, когда мы показали действия работников сферы обслуживания, ну или вообще, когда они услышали обращение президента насчет пенсионной реформы, естественно. Если бы вы внимательно все это дело посмотрели, как это делал я, естественно, я видел нескрываемое отвращение у тех, кто смотрит все это дело. Представляете, да? По одной простой причине. Мы прекрасно понимаем, что до пенсии в большинстве случаев мы не доживем. Но, вспомнив нашу молодость, а я-то помню ее, потому что, извините, подвините, мне уже 45 лет, и я помню Советский Союз. Для меня это было удовольствие. Я помню дедушек, которые играли в нарды. Я это помню. Я это помню. Я видел бабушек, которые тоже на улице ходили. Это было красиво. Сегодня, сейчас такого не существует. Да, бабушки есть, а мужиков-то нет. И когда в оконцовке вам показали тех молодых людей, которые бы сказали бы, чтобы они смогли бы жить чуть далее, я бы им ответил. Господа мои молодые товарищи. В смысле. А, да, господа. Вы съездите, пожалуйста, на левый берег. Это у нас левый берег. В принципе, и на правый берег, без разницы. Да зайдите просто на любое кладбище. И посмотрите, сколько людей умирает. Я посмотрел. Я обратил внимание, что примерно 50% нашего населения умирает не даже в 50 лет. Как-то так, да? А дальше я вообще очень сильно удивился по совместительству. То бишь, количество людей старше 60 лет, их очень-очень мало, особенно мужиков, просто практически не существует. То есть, если мы говорим про город Магнитогорск, ну, вы понимаете, да, что человек работающий, 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 через два года после выхода на пенсию умирает. Это как бы, ну, не совсем правильное явление, если честно. Это вообще неправильное явление. То бишь, либо тогда они жили, либо сейчас никто не живет. Возможно, это случается от того, что мы сейчас стали гораздо больше работать, чем это было бы ранее. Потому что, чтобы каким-то образом сохранить качество жизни, мы не болеем, а это плохо. Мы работаем до того момента, ну, практически как будто бы на тот свет отправляемся, и уже только потом нас домой отвозят. Это тоже не есть хорошо. То бишь, если вы хотите в действительности поднять пенсионную планочку, да, а ее в действительности необходимо поднять, потому что, извините, подвиньтесь, одно, я ничего не буду говорить, но почему Польша, ну, все наши страны варшавского договора имеют пенсию выше, чем нашу? Во-первых, они едят вкусно, во-вторых, во-вторых, я не понимаю, мы чем-то плохо занимаемся, что ли? Мы не работаем, то есть у нас нефть, да, не самая большая. Если честно, мы будем говорить, что по нефти мы уже, ой-ой-ой-ой, мы даже, сейчас скажу через, в каком количестве, то есть если вот это количество не мы, а вот это мы, ну, представляете, да, там много-много разных стран, а вот это вот так, Россия, да, то надо понять, чем мы вообще занимаемся, то есть, ну, нефти у нас, по сути, не существует. То же самое и по газу, да, вот здесь мы, а это все не мы, представляете, да? Вот, давайте все-таки проще и спокойнее отнесемся к тому, что вы нам втираете, уважаемые мои, ну, типа однокашники, точнее, не работники других телевизионных каналов. То есть, ну, не надо людям по ушам проезжать, ну, не надо этого делать. Хотя я еще раз объясняю, вот это мы, вот это мы, да, то есть вот это не мы, а вот это мы, а еще ниже и дальше, страны Варшавского договора. Я, конечно, прекрасно понимаю, что чуть-чуть приподняв пенсию, два раза приподняв зарплату, да, мы начнем жить спокойно. Начнем спокойно жить и доживать до положенных нам 75 лет. Мужики могут прожить, а девушки могут и там еще и выше. И тогда, понятное дело, да, то есть мы работаем и потом получаем отдых. Почему нет? Но не увеличивая пенсионный фонд. По одной простой причине. Вы наверняка забыли, где мы живем, да? А вы наверняка про это дело забыли. Так вот, если мы говорим про весь мир, да, и весь мир, нормальный мир, живет в тропике, субтропике и экваторе, естественно, то количество людей, вот так вот реально замерзающих вообще, это всего лишь 3% населения. Представляете, мы замерзаем, это очень холодно. Россия это не самая лучшая страна для проживания. И поэтому все, кто к нам приходит, хотят ее завоевать, потом просто откатываются. Это невозможно. Здесь живут только русские. Ну, в смысле, то, чем мы занимаемся. В смысле, граждане Советского Союза. Потому что там чистых русских-то 0,5. То есть, я сам не чистый русский. У меня, во мне, естественно, 75% турков и 25% евреев. То есть, ну, мы не говорим про то, что мы чистый русский. Хотя у меня в паспорте написано, что я русский человек. Ну, да ладно. И в связи с этим, в связи с тем, что это очень холодно, давайте все-таки про пенсию забудем. Я не против руководителя нашего государства. Я не против того, что мы наверняка пытаемся сейчас создать Советский Союз обратно. Почему нет? И я прекрасно понимаю, что если руководитель государства говорит своим олигархам, поделитесь, они все делятся. Представляете, у нас 300 человек. Типа олигархи. Так, две фразы и все. И все поделятся. То есть, человек не будет зарабатывать энное количество миллиардов долларов. В два раза миллиарды долларов опустится для него. И нам всем хватит. Понимаете? Какая разница? Я еще раз говорю. У человека должны быть определенные показатели. Определенные показатели, они должны быть для каждого. То есть, мои показатели, они в принципе не такие уж крутые, да? Но, тем не менее, в 43 года я себе сказал, что я заработал в этой жизни гораздо более того, что мне выхотелось. То есть, мои показатели, для меня лично, они были сформированы в 18 лет. Когда мне было 18 лет. То есть, это еще был Советский Союз. Сегодня и сейчас, я думаю, во-первых, мне не нужны лишние деньги. Они мне реально не нужны. Мне сейчас необходима нормальная, грамотная работа. К сожалению, это не то, что мне должно было бы быть. То есть, я хотел летать. Но, не получилось. Вот теперь телевидение. Может быть, может быть. Как вы прекрасно понимаете, даже говоря про телевидение, я работаю в гордом одиночестве. То бишь, если хотя бы ситуация вернулась на круг 2007 года, когда деньги были немножко другими, я бы, возможно, себе пригласил бы нормальных операторов, журналистов и остального. Но сейчас дело в том, что даже зарабатывать те самые небольшие денежки, я этого делать физически не могу. Это невозможно. Я знаю, что нормальная работа на нормальном телевидении, она платится. И платится хорошо. Ну, так, чтобы человек понимал, что он пришел и заработал деньги, потом пошел отдохнул. Сейчас такого не существует. Вот такая вот чеботуха наступила. То есть, если вы хотите Советский Союз, почему нет? Если вы не хотите думать о том, что Навальный вас прессует, так не отвечайте ему, зачем это нужно делать. Ну, прессует и прессует вам такая разница. Поделитесь малость с людьми своими, и все будет нормально. И, имея более или менее нормальную зарплату, имея более или менее нормальную пенсию, мы успокоимся. Если вы нам еще дадите малость возможностей покушать и поездить на нормальных агрегатах, почему нет? У вас есть платон, и этого хватит реально. То есть, я же вижу, как работают. То есть, я вижу, как у нас дороги строятся. Это очень хорошо. Это очень и хорошо, что так работает все. Зачем вы нас давите со своими страховыми компаниями? Это не есть хорошо, поверьте мне. Если мы обратимся к нормальным странам, почему нет? Каска. Можно это сделать. Никаких проблем нет. По американскому принципу. Вперед из песни. Но можно это сделать по индийскому принципу. Вперед из песни. Почему мы не можем ездить на больших машинах? Мы же их можем заправлять вперед из песни. То есть, мы пытаемся заработать деньги. Для чего? То есть, я сейчас объясняю. То, что творится в природе, а я сам вижу, да и вы это видите. Ну, те, кому уже 50 лет в этом показателе. То, что у нас природа уже сместилась на месяц. В смысле, лето сместилось на месяц. Да и вы вообще должны понимать, что вот эти все сказки, точнее, не сказки, а реальность, которая сейчас существует, она будет еще увеличиваться. Потому что это и есть увеличение температуры Земли. То есть, зачем это делать, я не совсем понимаю. Я не совсем понимаю. То есть, мы прогреваем атмосферу. Да, возможно, все это дело растает. Да, возможно, если вы хотите себе купить недвижимость рядышком с морем, я думаю, что этого делать-то не надо. Потому что при расстоянии всех ледников уровень Мирового океана поднимется на 5 метров. Да, конечно. Большая часть того, где находится все ниже, который примерно на уровне Мирового океана, будет затоплено. Представляете? До третьего этажа, а может до четвертого. То есть, нам в России бы неплохо жить-то, если честно. Не все острова уйдут. Нет, не все. Ну, основная часть уйдет. Люди перейдут на горки. Такое случится. Если вы не будете думать головой. А думать головой необходимо. То есть, обратите внимание, весь мир переходит на электротягу. Почему Россия это не делает? Почему Китай перепрыгнул нас, ну, в данный момент уже на 10 лет? Потому что в 2008 году в Китае все машины, которые ездили на Олимпиаде, были электрическими. То есть, ребятки, давайте все-таки голову включать. Хватит столько хапать. Ну, хватит этого делать. Ребята, это делать не нужно. Хватит. Давайте думать работать для всех. Мы не против восстановления Советского Союза. Я не против. Почему нет? Мы не против хорошей армии. Опять же, поделитесь олигархами. В конце концов, ну, хватит, ребятки. Я же прекрасно понимаю, что все ваши сады и огороды, это даже не ваши заработанные деньги. Вы кого-то раздвинули, все это дело собрали себе. Вот, собственно говоря, и все. Чуть-чуть поделившись, мы начнем жить абсолютно нормально и ровно. К слову, о том, про пенсионную реформу мы сейчас будем говорить, да? Возможно, возможно, это никому не нужно. Зачем надо было это делать? И вот сейчас, сегодня я вам сейчас покажу, как действует коммунистическая партия Магнитогорска, да? То есть мы потихонечку собираем референдум. И на этом референдуме все скажут, все 95% жителей России скажут, им эта пенсионная реформа не нужна. Вот так все делается. Крамотно и ровно, без всяких тараканов и косяков. И, как вы прекрасно понимаете, на коммунистическую партию России никто не собирается там наезжать по телевидению. Вот так вот все делается. Как работает КПРФ? В строгом соответствии с правилами, прописанными в Конституции и в законе Российской Федерации. Да, нас двигают, забыв про то, что человек лучший и у власти, внимание, состоял в КПСС. А другого не получается, иначе бы он никогда за пределы Советского Союза бы не выехал. Поэтому голову включайте, господа, пришедшие к власти на более короткий срок. Мы поднимаем наше мнение, не затоптанное вами. Три пикета в один день, пять листов по десять. Вот, пожалуйста, сколько. То есть только людей против профессиональной помощи? Да, да, да. Они все против, правильно. Ну, не все подписаны. Да, не все подписаны. Да.